Коллеги, добрый день, кто меня уже слышит? Зовут меня Мария Нинашева, я являюсь руководителем проекта, консультантом, аналитиком 1С, работаю в основном с документооборотом, с ERP, оперучетом, с управлением торговлей, такие основные конфигурации. Документооборот это, наверное, основной профильный, профильный, из 2.1, из 3 работы, поэтому вопросики можно и по той конфигурации, в общем-то, разбирать, если какая-то консультация нужна. Вот как мы сегодня с вами работаем? У нас сегодня максимально запланирован максимальный лимит времени час. Рассматриваем мы сегодня настройку исходящего документа, на примере исходящего письма в 1С документ, оборот 3.0. Мы сначала работаем с вами по теории, ну, пройдемся по теоретической части, посмотрим, какие инструменты мы используем. Вообще, в принципе, для подготовки к настройке документа, что нам нужно собрать, знать для этого. Далее мы уже рассмотрим на примере, но и особенности, конечно, исходящего документа мы тоже с вами посмотрим. Вот. Вопрос писать в чат, вопросы пишите сразу по ходу дела, не оставляйте их на конец вебинара, а мы с вами как будем делать. То есть я вижу вопрос в чате, постараюсь его разобрать сразу в ходе вебинара. Вот. И если вдруг что-то у нас не вошло в сам вход вебинара, то я просмотрю наш чат и тогда уже отвечу на вопрос в конце вебинара. Если вдруг что-то останется неотвеченным, такое тоже бывает последние секунды, там прям залетают вопросы в чат и уже нажимаю кнопку завершить для всех, я вижу, что есть неотвеченные вопросы, прям только что поступившие. Не переживайте, на них мы тоже ответим. Будет рассылка. В рассылке будет видео, будет презентация и будут ответы на вопросы, которые мы не успели разобрать. Вот. Да, кстати, забыла сказать, у меня сегодня не очень с голосом, приболело немножко, но я думаю, что меня слышно нормально. Пожалуйста, напишите в чат, нормально ли меня слышно, потому что громко говорить не могу. Так. Дальше еще что-то не сказала. Не сказала, что я являюсь спикером и модератором. То есть, если вас... Ага, спасибо, чатик вижу. Если вас выбилось вебинара, там интернет включился, что-то еще, я вас запущу в вебинарную комнату, могу чуть-чуть сразу не увидеть. То есть, подождите, если видите, что сразу не запустила. Подождите, я вас обязательно запущу. Периодически посматриваю в чат и в... кто у нас там стучится вебинар, но не всегда могу оперативно среагировать. Так. Презентацию мою тоже видно. Плюсик поставьте, если презентация, чтобы я была уверена. Так, 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 так. Ну, ага, все. Плюсик вижу. Видео свое отключу. Оставлю только звук, чтобы не, как так сказать, не занимать эфир лишнее пространство. Будем с вами работать больше на то, что мы видим на экране. Итак, план нашего сегодняшнего вебинара. И посмотрим с вами сразу, идем с вами в первый наш слайд, в тему создания вида документа, какая у нас с вами последовательность. Мы сначала создаем своему карточку документа. Именно по этой последовательности мы с вами пойдем. Создаем карточку документа, настраиваем сами основные реквизиты. Реквизиты это у нас то, что вот как раз поля, которые у нас есть. Организация, наименование, ответственный. Устанавливаем, какие они у нас должны быть, каким правилам они должны у нас заполняться, в какой момент. То есть все эти вещи мы должны знать уже при начале настройки. То есть последовательность создания документа, она вам подсказывает, что вам нужно подготовить. То есть по этапам вы прям смотрите и понимаете. Вот для этого этапа, допустим, смотрим, ага, создание документа, так, настройка основных реквизитов. Основные. А все ли я знаю основные реквизиты. А нужно ли мне пойти и у моего функционального заказчика, который этот документ создает, запросить эти основные реквизиты. Вот, если нужно, мы идем запрашиваем, готовимся. Дополнительные реквизиты. Мы понимаем, что нам нужно, как нам нужно подготовить, какой перечень дополнительных реквизитов, какие значения. То есть это наша некая шпаргалка. Настройка создания документов. Мы думаем, а кто же у нас эти документы должен собственно создавать. То есть все сотрудники, какие-то определенные сотрудники. Что будет происходить. Настройка тематики документов. Опять же, будем мы не будем использовать. Какие тематики, что такое вообще тематики, для чего они нужны. То есть этот момент, кстати, тематики, это у нас новинка. Документ оборота 3.0, функциональность. Тематики, они у нас позволяют дополнительный разрез в виде документы делать. То есть если у нас раньше нужно было несколько видов документов, допустим, там исходящее письмо уведомления, исходящее письмо поздравления, там исходящее письмо еще какое-то, то теперь мы можем сделать один вид документа, исходящее письмо и просто сделать дополнительный разрез прямо в виде документа тематики. Сегодня мы как раз посмотрим, как это делается. Далее, настройка нумераторов наших документов. Мы должны сразу пойти и уточнить логику у наших функциональных заказчиков. Что, как нам нужно нумеровать, по каким правилам. Настройка обработки документа. Это мы готовим наш бизнес-процесс. Описание бизнес-процесса в документе оборота 3.0. У нас бизнес-процесс настраивается прямо внутри карточки документа. Ну, и настраивается визуально, он находится прямо внутри карточки документа. Это теперь, вот эта функциональность, она как бы не исключает тот движок, который был раньше. Кто у нас пользовался документом оборота 2.1 знает, что раньше у нас были простые комплексные бизнес-процессы. Здесь все те же самые бизнес-процессы, все те же самые действия, они у нас зашиты теперь в механизм обработки. То есть теперь более удобно пользователю нашему видеть. Он теперь не теряет шаблоны документов. Ой, шаблоны бизнес-процессов, они плотно завязаны с видами документов. Ничего никуда у нас не потеряется. Далее настройка шаблона документа. Эту тему мы будем подробно рассматривать в отдельном вебинаре. То есть по каким правилам, как там все это происходит. Это все отдельно будет большой вебинар, где мы будем это объяснять. То есть скрипты, автозаполнение, все-все-все. Далее роли файлов документов. То есть по каким правилам и какие файлы у нас будут крепиться. Так, идем с вами дальше. У нас с вами сегодня есть легенда. У нас вид документа исходящее письмо. Ведется учет по организациям. Есть тематики исходящего письма. Письмо уведомления и письмо поздравления. Также у нас есть с вами дополнительный реквизит. Нам же нужно посмотреть функциональность системы. Как работает доп. реквизит в настройках. Как условия маршрутизации. Мы возьмем с вами дополнительный реквизит. Требуется дополнительный звонок от секретаря. Значения у него будут да и нет. Создание документа доступно всем сотрудникам по тематике письмо поздравления. И по письмо уведомления доступно рабочей группе руководителя подразделений. Дальше у нас нумерация с вами строится. Индекс организации. Номер порядковый. Год четыре знака. Индекс тематики. И периодичный зи-код. И две роли файлов. Это у нас основное обязательное заполнение. И дополнительный файл. Итак, что нам нужно подготовить для того, чтобы мы могли взять и спокойно настроить наш бизнес-процесс и сам вид документов. Во-первых, нам нужно понимать все наши реквизиты. Во-вторых, нам нужно понимать весь наш бизнес-процесс. Скажите, пожалуйста, кто-то где-то описывал бизнес-процесс в какой-либо нотации, спонжблок схем, обычно BPMN используют. Либо у кого-то, может быть, есть инструмент какой-то таблички, там что-то, где настраивали и делали. Напишите, что есть, если такое использовали. А я сейчас поделюсь тем, что есть у меня в наработках. Так, принимаю всех, кто меня в зале ожидания. У меня люди висят. Так. Не забывать бы мне периодически людей добавлять. Коллеги, кто присоединяются, я вас там немножечко пропустила, не увидела. Увлеклась своим спичем. Итак, мы с вами проговорили, что нам нужно описание реквизитов. И самого бизнес-процесса. Посмотрим те шаблончики, те инструменты, которые я сама использую. Вот я вижу, что коллеги у нас пишут. Да, используем. IRIS даже использую. Да. У всех свои инструменты есть. Обычно блок-схемы и, ну, любые блок-схемы, любые технические инструменты для описания бизнес-процессов, они нам, конечно же, необходимы. Они нам понятны. Мы с ними работаем. Где-то они, прямо, обязательно зарегламентированы по правилам проекта, чем мы пользуемся. И заказчик знает, умеет читать. При этом, ну, я обычно использую еще плюс дополнительно для себя, иногда для заказчика. Очень получается наглядно и понятно. Помимо вот таких стандартных инструментов, общепринятых, я еще использую, ну, свои любимые. Любимые многими таблицы, экселевские, всякие разные, которые уж точно все прочитают. Вот. Что мы здесь пишем в этих таблицах, что я себе пишу? Это такой наработанный временем, универсальная табличка, которая мне очень помогает. Номинование реквизита, формат расположения данных, этап заполнения, когда создается, когда заполняется роль, кто у нас заполняет данный реквизит. Условия видимости и доступности по реквизиту, проверка значения заполненности, то есть обязательно ли у нас данный реквизит и на каком этапе. То есть у нас могут реквизиты некоторые быть не сразу на этапе создания обязательными, а быть обязательными на каком-либо этапе. Там у нас ответственный сотрудник расставляет какой-либо реквизит, и он, выполнение его задачи, оно не происходит, пока данный реквизит заполнен не будет. Реквизит требуется, дополнительный звонок от секретаря, допустим, должен заполнить на каком-то определенном этапе предыдущий согласующий. И вот в этом случае может использоваться, но у нас сегодня в кейсе мы посмотрим, где эта настройка ставится, как можно сделать, но не будем именно это разбирать. У нас будет отдельный вебинар, наверное, в марте по условиям маршрутизации в разных вариантах. Разные, например, отдельная большая тема, где мы разные алгоритмы будем рассматривать, что нужно учесть в условиях маршрутизации. И там есть ошибки типовые, что они не работают. Вот, то есть это отдельная большая тема. Так, дальше что у нас еще необходимо? Нам необходимо с вами описать наш бизнес-процесс. То есть нам необходимо описать, какие у нас есть этапы, какие есть, что мы здесь пишем, этап, кто у нас исполнитель, порядок выполнения последовательный или параллельно, срок исполнения. Если он есть, он у нас необязательный. Если мы в процессе не можем однозначно определить, что вот это действие у нас должно выполняться столько дней, такой-то срок исполнения, то мы это с вами просто не указываем, это необязательно в системе. Ну, естественно, мы потом плановый срок не увидим с вами, у нас контроля сроков не будет. Вот, кто должен у нас ознакомиться с результатами выполнения задачи и условия маршрутизации. Итак, мы с вами подготовили все эти инструменты. У нас есть легенда, по которой мы будем производить настройку. И теперь мы можем с вами заходить в саму программу и посмотреть, как у нас выглядит настройка. Я сейчас убрала нашу презентацию на второй экран, чтобы увидеть легенду. Вот, и буду уже по ней настраивать, проговаривать, что у нас с вами в легенде написано. Мы с вами вместе посмотрели, теперь я буду проговаривать. И если необходимо будет на какие-то моменты сделать фор, будем показывать нашу презентацию. Так, мы сейчас находимся в документе обороте редакции 3.0 под администратором, поэтому у нас соответствующий рабочий стол. Сейчас на интерфейсе, на описании системы не буду время тратить. Мы сегодня будем продуктивно работать целенаправленно сходящими письмами. Поэтому мы сразу идем с вами в настройку вида документов. Виды документов у нас настраиваются в разделе «Настройка нормативно-справочная информация». Здесь есть справочный вид документов. Мы заходим с вами. База у нас демонстрационная, поэтому мы видим тут целое огромное количество всяких разных документов настроенных. На вебинарах я работаю обычно именно с этой базой. И здесь уже обкатыванные примеры, но некоторые настройки бывают, не дают нам идти дальше. Где-то когда-то показываю настройку, бывает, что система просит, ставит какую-то проверку. Вот, так что буду делать ремарку, что это демонстрационная база, когда нам это будет необходимо. Итак, мы с вами кликаем «Создать вид документа», и у нас раскрывается наш некий конструктор создания вида документа, карточка создания вида документа. Что у нас здесь есть? Первое, куда мы попадаем на вкладку «Основная», это наши реквизиты на именование вида документа. Исходящее письмо. Вебинар. Индекс нумерации. Пусть у нас будет исходящее письмо и правое. Мы можем добавить в группу, то есть это у нас исходящие документы, и мы добавим в исходящие документы. То есть у нас будет в группе находиться. Так, далее мы, что мы можем сразу отметить. Так, у нас по легенде учет по организации. У нас, а, кстати, у нас тут вот что важно. У нас есть такие удобные галочки, как «Является исходящая корреспонденция», «Является входящая корреспонденция», «Является договором», «Является заявка на оплату». Если мы устанавливаем соответствующую галочку, разработчики предусмотрели, чтобы нам не ломать голову, то у нас сразу автоматно проставятся те галки, которые нам нужны. Ну и остальные мы можем с вами уже подправить, добавить то, что нам будет нужно еще. Так, установим, что это у нас исходящая корреспонденция. И у нас с вами, вот видите, некоторые галочки сразу лишние, они исчезли просто, чтобы они нам не мешались. Вот, мы с вами поставим, что ведем учет по тематикам. У нас, видите, сразу вкладка тематики добавилась. И для демонстрации, я думаю, что мы еще посмотрим с вами использовать временные номера, чтобы смотреть, как это выглядит. Временные номера. Итак, у нас основные наши реквизиты созданы. Вот тематику у меня, я попыталась записать, и у меня система запрашивает тематики. Есть ли у нас информация по тематикам? Да, по тематикам у нас информация есть. Сейчас я ее возьму из легенды. Нет у нас уведомления и поздравления. Создаем тематики. Обращу внимание, информации просто вставлю. Мы можем установить, когда у нас перестанет действовать данная тематика. И можем указать какой-либо комментарий. То есть мы можем временно создать тематику. Понимаем, что она у нас будет действовать до какого-то определенного времени. И ставим с вами уведомления. Так, записали. Теперь создаем тематику поздравления. Вот тематики, допустим, от оборотов 2.1 не было. То есть кто у нас не знает троечку, тот еще не видел такое. Так, поздравления. Ниндекс номер АСП. Сайт закрыт. Все, у нас с вами созданы тематики. Возвращаемся на вкладочку «Основное» и вспоминаем, что еще нам нужно проставить. Просматриваем все наши реквизиты, которые мы хотим проставить. Сразу можем добавить. Но не все реквизиты у нас присутствуют сразу в конфигурации. То есть если у нас есть какие-то свои определенные процессы, свои определенные условия маршрутизации, потом почему нам нужно завязать какие-то критерии, которым нам нужно завязать условия маршрутизации. То есть здесь у нас появляются наши дополнительные реквизиты. Так, сейчас мы посмотрим наши реквизиты, какие у нас есть. У нас есть дополнительный реквизит. Требуется дополнительный звонок от секретаря. Со значением «Да-нет». Так, и посмотрим, как у нас создаются дополнительные реквизиты. Дополнительные реквизиты у нас не как обычно в других конфигурациях. Они у нас создаются вот здесь по ссылке «Набор дополнительных свойств документов данного вида». Заходим. Здесь мы видим все реквизиты. Вот мы видим другие виды документов. В том числе мы можем использовать какой-то такой реквизит из другого вида документа. Но сейчас у нас наш вид документа «Исходящее письмо». Вот здесь мы можем выбрать из другого набора и использовать в том числе док-реквизиты из другого набора. Сейчас мы с вами сделаем свой собственный реквизит. Требуется дополнительный звонок от секретаря. Для значения у нас мы тоже можем выбирать, что это у нас. Мы можем выбирать значения из справочников. Мы можем выбирать из других объектов системы. Также мы можем установить, что это будет. Булево, дата, строка, число, то есть формат нашего значения. Вот. Мы сейчас с вами пишем, что это дополнительное значение. То есть мы будем делать список дополнительных значений. Далее нам нужно установить, когда он у нас виден, доступен. То есть здесь у нас точно так же мы можем добавлять условия и прописывать условия, по которым у нас доступен и виден наш реквизит. Дальше мы делаем заполнять обязательно тоже по условию. Что можно сделать? Мы поставим, что дополняется обязательно всегда. Также в документ обороте третьим мы можем менять расположение нашего реквизита. Сейчас мы это сделаем. По реквизитам у нас был тоже отдельный вебинар. Мы прям именно конкретно реквизиты, их настройку рассматриваем. Так, мы зайдем в группу «Данные», «Страницы», «Реквизиты». Ну, давайте право, группа, номер группы. Тут неважно, главное показать, где что он у нас устанавливается. Также можно всплывающую подсказку сделать, можно заголовку, форму, значение, заголовку, форму, выбор, значение, комментарии. То есть это комментарии к нашему реквизиту, чтобы мы понимали, о чем он. То есть это тоже есть у нас возможности такие. Также мы можем вводить в виде гиперссылки наш реквизит. Мы создаем значение, записываем систему, просим, у нас сюда нет. Также мы можем наше значение в форме иерархии делать, тоже делать группы. Возможность тоже есть, но у нас сейчас простой пример. Необходимости в этом у нас нет. Так, записываем наш реквизит. Все, вот он у нас появился, мы его можем дальше уже использовать. Идем нашим документам. На вкладке основной мы, в общем-то, все запоняли. Идем дальше. Нумерация документов. Нумерация у нас правилами определена. Поэтому мы с вами заходим в нашу легенду. Добавляем правила нумерации. Нумерация у нас автоматическая. Так, для исходящего письма, вебинар. Исходящего письма, вебинар. Так, так, так. Это у нас в зале ожидания. Устанавливаем периодичность. Периодичность у нас есть разная, в зависимости от нашей методологии, как мы ведем учет. Также назначение у нас для регистрационных номеров. И можем использовать для временных номеров. Помним, что у нас временные номера тоже есть. Мы сейчас точно так же и для временных номеров настроим. Так, формат номер. У нас с вами идет индекс организации. Далее у нас идет номер порядковый. Так, вот номер, номер, номер. Так, год. Пятые знака. Индекс тематики документа. Тематики документа. И периодичность год мы выставили. Все. Записываем. Делаем. Так, а что это у нас? У нас в следующую письму. Два сразу что-ли подтянулось. Так. Убираем одну. Так. Вебинар. Так, теперь мы сделаем для нашего временного временного номера для исходящего письма вебинара. Так, делаем формат. Давайте для разницы мы не будем сюда добавлять тематику. То есть мы уберем тематику, но все остальное оставим. Так, индекс организации, номер порядковый. Так. Год четыре знака. Нумерация у нас может быть и ручная, а бывает такое. Так, периодичность год. Все. Так, вот сделаем. Рассмотрю для регистрационных номеров. Временно. Вот так. Все. Мы записали нумерацию, делаем. Заходим на вкладочку создание документов. Что мы видим? Что все сотрудники у нас могут поздравления создавать. Но не все у нас. У нас рабочая группа. Давайте у нас для примера с вами. Секретарь только может создавать уведомления. Не секретарь, давайте бухгалтер. А, вот мы руководитель подразделения же ставили. Давайте руководитель подразделения могут уведомления делать. Все сотрудники, поздравления. Так, сейчас проверю нашу легенду, что у нас там написано. Да, точно. У нас руководитель подразделений. Секретарь у нас в другом месте с вами будет. Тут же мы смотрим настройки. Запрещать, заменять реквизиты и шаблоны. Запрещать, редактировать файлы. Запрещать, удалять файлы. Разрешение, заменение списков доступа вручную. То есть здесь у нас идут настройки реквизитов. Настройки тонкие нашего веда документа уже при создании. Так, по умолчанию. Тут у нас будет представляться тематика по умолчанию, которая сразу. Но мы это с вами не будем делать. Давайте сделаем заголовок. У нас в легенде этого нет, но важно это посмотреть. Давайте здесь у нас будет вид документа. и даты документа. Дата, дата, дата регистрации. Какой-нибудь регистрации. Когда она у нас устанавливается, соответственно, у нас и происходит. Когда у нас регистрация произойдет, тогда она у нас и подтянется. Дальше от кого организация, которая по умолчанию будет устанавливаться, кому адреса, способ. То есть те реквизиты, значения, которые у нас будут по умолчанию устанавливаться. Так, здесь мы можем добавить файлы. И они здесь у нас настраиваются. Здесь у нас категории, если мы их используем, добавляется дополнительный справочник, разрез, доступ к документу. Здесь мы можем запретить автоматическое расширение доступа. Не все знают, где эта настройка. То есть документ обороте с третьим. У нас с вами есть автоматическое расширение доступа. Если ко мне пришла задача, то, соответственно, я получаю доступ к документу. Вот здесь мы можем это отключить, запретить. Если у нас, допустим, какой-то особый вид документа, особо важный, секретный, мы можем сделать здесь. Здесь же мы можем добавить рабочую группу, которая доступна на документ. Но если здесь нет у нас рабочей группы, то у нас по умолчанию будет просто выставлены права, как по нашей рулевой модели происходит. Ну, то есть в соответствии с нашей рулевой моделью. Ну, и будет автоматически расширяться наш доступ. Так, здесь мы с вами все настроили. Записываем. Тематики мы с вами записали ранее. К настройке обработки переходим. Вот это у нас как раз та настройка нашего бизнес-процесса, которая раньше была в отдельном блоке. Настройка шаблона бизнес-процесса. Теперь она сдается совсем по-другому. Мы добавляем с вами настройку. Можем указать, какое действует. То есть мы можем, допустим, до Нового года у нас одна настройка, после Нового года другая. И она автоматически у нас начнет работать. Дальше мы с вами подбираем действия. Действий у нас не так много для нашего примера. Есть у нас с вами согласование. И есть у нас... Смотрю легенду. Легенда, легенда. Так, исполнение. Где у нас спряталось исполнение? Так, их мы сделали, записали. И переходим к правилам обработки. То есть все, что раньше настраивалось у нас внутри шаблонов бизнес-процессов, оно у нас теперь здесь настраивается, визуально отличается. Поэтому у нас был прям большой вебинар на эту тему. Можете посмотреть. На нем у нас все на сайте есть. По настройке шаблона обработки. Так, согласовать. У нас согласующий. Используем автопекстовую школьную посредственный руководитель ответственного за документ. Вот, кстати, нам очень важно сейчас будет одну штучку еще поднастроить. Я под администратором, у нас нет руководителя. И система не увидит его. Мы продемонстрировать не сможем. Так, ответственность. За документ у нас. Так, срок у нас два дня. Далее мы добавляем еще одного участника. Это у нас секретарь. У него тоже у нас два дня, потому что у нас порядок сразу параллельно. И здесь он у нас согласовывает, когда у нас выполнено определенное условие. Когда у нас... Сейчас посмотрю. Если требуется дополнительный звонок секретаря, значение «да». Значит, мы пишем «требуется дополнительный звонок секретаря». Помните, мы делали дополнительный реквизит. Вот сейчас мы на него и посмотрим. То есть добавляем правила. Ссылкой обращаемся к нашему секретаря. Так, все, расставили. Так, вот у нас условие. Мы его добавляем. То есть секретарь у нас согласовывает только, когда у нас требуется дополнительный звонок секретаря. Именно для этой цели мы допреквизит создали. Просто так допреквизит создавать не надо. Если вы создаете допреквизит, вы должны понимать, для чего вы его создаете. Так, подготовил документ. Тут же мы можем проставить согласование в режиме замечаний. И мы сейчас эту большую функциональность смотреть не будем. Формировать или не формировать визы. И подпись электронную, если мы ее используем. Все, наше согласование мы создали. Теперь мы смотрим исполнение. Исполнение у нас автор документа. Автоподстановка. Подготовил документ. Там дается тоже два дня на это. Все, готово. У нас с вами есть теперь настройка. Сейчас сразу сделаю очень важную. А, ну это мы, в принципе, при создании документа сделаем. Так, что еще я хотела показать в настройке именно исходящего письма, входящего письма. Нам часто нужно его зарегистрировать автоматически. То есть мы его согласовали. Нам не нужно, чтобы какой-то человек, сотрудник заходил и нажимал кнопку, зарегистрировать, присваивал номер. Мы сейчас добавим с вами в схему нашу. То есть мы сейчас перешли из той настройки правил обработки, перешли в схему нашего бизнес-процесса. То есть внутри, вот оно зашито, наше действие. Мы сюда можем добавить, видите, это у нас то согласование, которое настроено там. То есть оно у нас схема внутри зашита. Мы можем с вами добавить либо действие, либо скрипт. Вот давайте сейчас добавим с вами скрипт. И сделаем регистрацию документов. Тоже не все знают про эту функциональность, что мы можем это сделать. Так, добавляем регистрацию документа, сдвигаем ее от согласования. Потому что регистрируется у нас уже согласованный документ. И дальше у нас уже никакие реквизиты не изменяются. Итак, мы сделали нашу схему. Проверяем схему корректно. Записываем, закрываем. Все. Так, все роли файлов у нас есть. Основной и вспомогательный. Ну и здесь у нас уже есть перечисления. Также мы можем создать. Мы сейчас с вами основной. И так, дополнительные файлы. Основной, по легенде, у нас является обязательным файлом. Записываем. Итак, все, мы все заполнили. Записываем, закрываем. Ну и теперь самое основное. Самое интересное, мы перейдем к проверке того, что же мы с вами насоздавали. Так, у нас с вами исходящее письмо. Вебинар. Давайте сделаем уведомление. Вот наша карточка. У нас сразу предзаполнилось наименование. Когда у нас будет документ зарегистрированный, у нас тут номер появится. И мы сейчас с вами заполним наши реквизиты. Они подсвечиваются красным. Так, вот видите, наш реквизит требуется дополнительный звонок секретаря. Да, поставим, чтобы проверить условия. Так, мы помним, попробуем сейчас записать карточку. Если у нас что-то будет не записано, не заполнено, то у нас, соответственно, с вами не запишется карточка. Вот сейчас мы видим, что установился временный номер. То есть пока у нас не произошла регистрация документа, а она у нас после согласования, мы не видим регистрационный номер документа. Но нам же его нужно как-то определять в системе. Поэтому в документ оборот 3.0 есть у нас такая функция, как временные номера. Это очень такая полезная вещь. И если у нас регистрация идет где-то в середине процесса, то здесь она нужна. При входящих письмах тут уже смысла нет нам делать временные номера. Так, все, мы создали наш документ. Переходим на вкладку обработка. Что нам здесь важно? Нам важно, что у нас ответственный был не администратор. У нас у администратора не проставлен руководитель. Мы с вами, чтобы проверить, у нас же там маршрутизация есть руководитель. Так, возвращаемся в нашу обработку. Вот мы сейчас поставили другого ответственного. И у нас уже потянулось, видите, по условиям маршрутизации, подгрузился еще руководитель. То есть у нас есть секретарь и у нас есть руководитель нашего автора документа. Начинаем обработку. И система нам пишет, что у нас требуется файл. Мы с вами настроили, что без файла у нас обработка не запускается. Добавляем файл с документа. Записываем. И теперь мы спокойно можем нашу обработку запустить. Также можно настраивать автоматический запуск обработки. Допустим, у нас тут в демонстрационной базе, то, о чем я говорила, иногда бывают настройки, которые нам не позволяют что-то делать. Мы идем в наше правило обработки. Давайте уберем сроки. Тогда календарь, у нас не заполнен календарь, и поэтому система не понимает, что у нас считать-то, куда смотреть. Поэтому мы ей поможем. Правило обработки, правило обработки. Все, сохранилось. Записываем. Так, возвращаемся. Возможно, перезаполнить. Идется, может быть, и нет. Так, что у нас скажет наша система? Видите, еще не дошло у нас. Обновить действия. Заполнить. Вот, все, перезаполнили действия у нас, так как мы в шаблоне поменяли, в самом виде документа, здесь у нас уже сроки ушли. Мы начинаем нашу обработку. Пока у нас все действия, все у нас происходит по рек-заданиям в системе. И пока они у нас не отработаны, у нас, соответственно, ничего не произойдет. Поэтому мы ждем. Так, все, мы запустили. Смотрим наши задачи, процессы и задачи. Подробнее именно про согласование документа у нас, про сам бизнес-процесс. У нас есть отдельный вебинар. Можете его найти. Сейчас найти не останавливаюсь, иначе мы тут уйдем с вами очень надолго. Нам сейчас именно важно показать пример и показать некоторые важные моменты именно по исходящему письму, именно по каким-то таким важным точкам по этому процессу. Как у нас условия маршрутизации отработала. Далее у нас переходит задача на исполнить исходящее письмо. Мы с вами добавляли скрипт, что у нас происходит автоматическая регистрация. Вот, прошу обратить внимание, что у нас документ с вами автоматически зарегистрировался, ему присвоился регистрационный номер. Пока мы с вами здесь согласовываем, пока мы с вами здесь работаем с задачами, согласование завершилось, присвоился номер. Так, исполнить, выполнено. Так, и все. Наш бизнес-процесс завершен. Мы видим с вами результаты обработки. Обработка завершена. Можем вывести ли согласование, ли согласование с изменениями, но они у нас в данном случае идентичны. Все, задачу мы нашу на сегодня выполнили. Мы молодцы. Так, возвращаем нашу презентацию. Что мы сегодня сделали? Мы сегодня по легенде нашей, по вот такой вот, создали документы, исходящее письмо, где ведется учет по организациям, сделали тематики, дополнительные реквизиты, настроили условия маршрутизации по допреквизиту, настроили доступность создания документов, нумератора, роли файлов. Задачи мы выполнили. Вопросы все разобрали. Смотрю, что у нас там по сообщениям. Мы, вот есть, а звонок секретаря в обработку не входит. Мы сделали просто согласование с секретарем, то есть подразумевается, что когда у нас согласовывает секретарь, он произвел все необходимые действия. То есть мы могли поставить задачу исполнения, мы могли поставить, ну, как-то ее по-другому сформулировать. Здесь я просто ее поставила в согласование, в требования к настройкам бизнес-процесса. То есть тут важно было показать именно маршрутизацию. Так, да, вопросики мы с вами все разобрали. Спасибо вам за участие. Я поздравляю вас с нашими наступающими праздниками новогодними. Мы совсем скоро вступим в новый 2024 год. Всем желаю добра, света в этом году. Ну, и, конечно, крепких нервов. Всем спасибо, коллеги. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...